Как написано в нашей святой книге Библии, вы нашу книгу не трогайте, а я вашу не трогаю. А я не трогаю. Вот смотрите, ваша книга написана на 1600 лет позже. А вы знаете, что мы каждый раз, когда говорим про Иисуса, мы говорим, да будет доволен, это обязаны говорить, да будет доволен им Аллах. Он не может быть доволен унижением. Вы встаньте так, чтобы вас видно было, один глаз только видно. Подвиньте маленько картинку свою. Не, я не могу себя показать, потому что неудобно мне так. А вот так удобно. Удобно? Так а с кем я разговаривать буду? Как это неудобно? Я с вами диспуты, дискуссию не могу вести. Да не диспуты, я говорю, что написано в Библии, а вы свое там говорите, я вашу книгу не трогаю. Я тоже не трогаю. Как не трогаете? Наша книга написана раньше вашей на 600 лет. Написано, что он второе лицо Троицы Бог. Но в Иране это сказано. Да ну, можно написать книг, но уже тысяча написано, и все против Христа. Первым воинам у гроба сказали, что украли его. Сатана лжец. А сейчас, а он не бог. Вот и все. Это та же самая дьявольская уловка. Нет, вы смотрите, я не могу даже это обсуждать про религию, потому что я не настолько знающий. Ну так что прячетесь-то? Выйдите еще, я же от вас не прячусь. Ну еще вы как маленький ребенок. Нет, нет, послушайте. Так, разговора никакого нет, я не разговариваю с тенью, с рукавами. Прям как-то смешно. А что, от алиментов прячетесь? Нет. Ну кого нет-то? Нет-нет. Кого нет-то? Я же знаю вас. А вы откуда? С кухни, с кухни я зашел сейчас там был. Понятно, понятно. Ну все, пока. Я вам желаю удачи. Я вам желаю уверовать во Христа и жить для Бога. Ну правильно. Бог дал нам оружие на дьявола, крестное знамение. А еретики не умеют креститься. У них руки связаны. Ну да. Я тоже так же думаю. У вас, может, какие-то вопросы о душе, о вечности, о спасении? Да, нет. Я как, молюсь за друга, чтобы выжил и все. Вы не грузин? Нет, я русский. А, русский? Да. Понятно. А вы батюшка или как? Брат у меня священник, а я исполняю священно действие благовестия, проповедуя Евангелие людям, чтобы люди знали Христа. А вы не курите пока, выбросьте ее. Угу. Ну, взрослый дядька, и зачем же сосешь эту злую траву? Не знаю. Ну, не надо. Это кто делает грех, тот раб греха. Если вас сын освободит, истинно свободны будете, говорит Господь. 12 лет жизни табак отнимают, а последние 10 лет харкать туберкулезом будете. Вам зачем это? Вам бы все дал. Нормальный, красивый вид. Да. Все вы смертны, все мы там будем. Ну, правильно. Ян Кронштадтский говорит, уста, рот курящего, это демонская кодильница. Понятно. То есть, черт подложил тебе дыму, и ты пускаешь, а выхлопной трубы нету. Приходится через ноздри выпускать. Понятно. Мы строим православную деревню с нуля. Единственная деревня на всю Россию, да, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Будет Богом он за стену. Да, у нас Бога все знают. Никто не пьет, никто не курит, никто не матерится. Правильно. А тут в этом сейчас рулетки, это Содом и Гамор. Мужики, с чем только не занимаются. Я тоже в шоке, прям вот с этого вот, чем занимаются. Я вообще вот это вот, матеряться сразу, только включаясь и матеряться, вот это вот, там показывают, вот эти тела свои голые. Зачем вот это вот надо? Для блуда, какая-нибудь блудница увидит и скажет, жирный кабан, с ним можно спать, согреет. Вот тут мусульман много и трое здесь. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну, познакомиться, с кем познакомиться-то? С блудницами? Я говорю, у вас дома 4 жены разрешается иметь, и за каждую надо большой колым платить. А здесь 44 голые и даром. Вот вы южные жеребцы и пашите на северных кобылах. У вас вопросов нету, да? Ну, нету у меня вопросов никаких. Ну, а вот если они возникнут, куда вы обратитесь даже с разрешением? То вы могли бы взять мой адрес и найти меня легко. Я могу сказать вам два слова, и вы меня в любой день найдете. Не, я к батюшке обращусь. У нас есть церковь, я схожу туда, с батюшкой поговорю. Прекрасно. Но батюшка вам не ответит то, что я скину на свои ресурсы. У нас огромные ресурсы. У меня только на ютубе 17 тысяч 400 роликов. Вот. Ну, посещаемость там 43 миллиона. Вам было бы очень интересно. Тем более у нас сайт. У батюшки вот такого сайта нет. Так, что-то заклинило. Ну, наверное, и воскрес для нашего оправдания. И мы верим, что он придет судить этот мир. И что-то рулетка, блудодейство, это все кончится. Блудники здесь, которые курят, все будут гореть в огне. Если не покаются. Если бы ты был нормальным и в Бога верил, ты бы у тебя в туалетке не сидел. Так, сейчас не ругайся только. Не ругайся. И там поменьше купить. У вас есть, может, какие-то вопросы о душе, о смерти, о вечности? Есть ли жизнь после смерти? Никакой жизни нету, да? То есть человек, если как... Нет, он говорит, есть ли жизнь после смерти? Вопрос задает. Есть, конечно. То, что справедливости на земле нету, подсказывает совесть, что она должна быть в другом месте восстановлена. То есть после смерти будет общий суд. Божий суд. Поэтому мы людям показываем, мы спрашиваем, у вас есть такая книга дома? Нету. Ну, раз нету, значит, вы ее не считаете. А не считая законов божьих не знаете. А не зная закона, вы их нарушаете. А нарушая погибаете. Говорит святой Анзатаус. Ну, надо приобрести такую книгу. Если у вас есть вопросы духовного содержания, не личные, а душе о вечности, можете задать. Поближе микрофон только. Микрофон возьмите поближе. Нет вопросов больше. Нету больше. Нету больше. Ну, и вы думаете, что больше у вас не возникнет никогда? Да нет, наверное. И вы не христианин? Я не хрещеный. То есть вы совсем не верующий? Совсем не верующий. Или как? Ну так. А? 50 на 50. Володя, подойди-ка, что он говорит? 50 на 50. 50 на 50. Ну, это сомнение у вас на 50. В Библии говорит, если человек сомневается, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Надо на 100% верить. Писание говорит об этом, что Иисус умер за наши грехи и воскрес за нашего оправдания. И всех Господь зовет к покаянию, говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите миг мою на себя и научитесь от меня. Я мог бы вам оставить при вашем желании адрес, куда вы могли бы прийти, когда у вас будет нужда. У нас большие ресурсы. Очень большой YouTube, сайт, форум. Ну, я живу в Магадане. Ну, что ж, для интернета нет. У вас скайп есть? Скайпа нет. Ну, это плохо. В скайпе очень хорошо искать, разговаривать. Я бы вам назвал свое сейчас, как меня найти, имя, фамилию это. А так вам не найти уже. Жаль, конечно. Ну, вы про ресурсы скажите, да и все. Ну, тогда можете на наш YouTube зайти и там написать, что мы встретились, желаете получить ответ. И после этого смотрите. Я в течение суток постараюсь ответить. YouTube называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это я. Канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий, это имя мое, Лапкин. «Во свете Библии» канал. Слово «канал» написать надо. Нашел все. Нашлось? Нашлось? Да. Сколько там подписчиков? Сколько там подписчиков? 43 тысячи. Правильно. И 43 миллиона просмотров. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Мы единственная деревня такая на всю страну. Мы говорим людям о любви Божией. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот если у вас будет желание, и вы даже в Ютубе, ну какой-то такой близкий ролик в самом начале, и напишите. Мы разговаривали, я вам скину, здесь в рулетке, я вам скину наши данные, все. О сайте, где-то мои книги, 41 книга у меня написана. Вам будет очень интересно, что я, как мы, миссионерская поездка была. Мы из Барнаула доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона, Португалии. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию. И везде я дарил в библиотеке свои книги, по 38 книг. А 7 у меня, они в интернете версии. Это все можно брать бесплатно. Ну ничего нету, давайте прощаться с Богом. Храни вас Господь. Уверовали, что Иисус Христос умер за грехи людей, и жили по заповедям Божьим. Тут без беда просто какая. Мужчин половина голые валяются, никому не нужные. А это все? И процентов 85 мусульман. У него 4 жены дома, этих не хватило. Еще 44 даром. Вам, если будет нужно узнать больше, вы можете сейчас задать вопрос о душе, о вечности. Зачем человек родился? Какая цель? Что будет за смертью? Что будет за смертью? Что будет за смертью, когда мы умрем? Что дальше будет? Да, что будет. А дальше будет то, что душа пойдет по мытарствам 40 дней. Ну а потом придет время, будет последний страшный суд. Зазвучат архангельские трубы, и воскреснут все мертвецы до одного. И будет суд Божий налево и направо. Налево, как козлы, в огонь вечный проклятые пойдут. А праведники в жизнь бейшие. Никакие прелюбодеи, наркоманы, сквернословы, они не войдут в царство Божие. Ничто нечистое туда не войдет. Вот мы строим православную деревню. У нас, люди, условия какие, чтобы поселиться? Докажи, что ты не лжешь, не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь. Тогда первый раз разговариваем. У нас нет ни абортов, ни разводов. Живут мирно. У нас женщины всегда покрыты платками, даже маленькие девочки. Мужчины бородоны не бреют, вот такие, как я. И все под поясом, вот видите, поясок. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Спасибо. Если у вас будет желание, у вас скайп, есть скайп? Нету. Интересно, скайпа нету. Ну, вы можете зайти на наш ютуб-канал. У меня канал очень большой. В ютубе. Я надеюсь, вы меня не записываете. Вы в ютубе не бываете? Бываю. Так вы можете зайти на наш канал. Он называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Это я. Хорошо. У нас 17 400 роликов. Ничего. 43 тысячи подписчиков и 43 миллиона просмотров. А это мы не заспыла. Ну, вот я вам сказал. Если пожелаете, вы зайдете. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Главное, зарядите канал Игнатий Лапкин. Хорошо. Если вопросов нет, будем прощаться. Все. Продолжение следует...